Йо-йо-йо, здорово! С вами Диман Масл вещает с улицы. Короче, хотел вам рассказать важную новость. Если вы сменили регион, обновления перестали прошивать, уже несколько человек обращались ко мне по поводу этого в телеграме, в консультациях, а я им говорю, а хер знает, что делать, чуваки. Прошивайте обратно, меняйте регион и будут прилетать, а потом снова меняйте на тот, на который вам нужен. То есть, меняем на изначальный, чтобы прилетали обновления, потом меняем на другой, чтобы снова пользоваться. Все равно данные не слетают, меняйте регион туда-сюда по 10 раз. Херня, бред, сказки. Теперь новая тема. Значит, смотрите, что вы делаете. Допустим, у вас телефон для Таиланда, а вы накатили регион Вьетнам, С22 Ultra, захотели запись звонков. Поменяли на Вьетнам, да? Или была Индия, поменяли на Вьетнам, не суть. Короче, допустим, был Казахстан, поменяли на СЕР, чтобы бесконтактная оплата работала. Поменяли с Казахстана на СЕР. Ну, все эти ситуации, они одинаковые. И обновления перестали прилетать. Так вот, после того, как вы сменили регион, с Казахстана на СЕР, или с Индии на Вьетнам, или с Таиланда на Вьетнам, с Арабских Эмиратов на Вьетнам, не суть. Все, запись звонков появилась, Samsung Pay работает, а обновления не прилетают. Так вот, вы должны Одином теперь прошить его на прошивку, именно если сменили регион на СЕР, именно на СЕРскую целиком, и если сменили на регион Вьетнам, то прошить его на Вьетнамскую прошивку. И только после этого у вас будут прилетать обновления. Бывает, что вы меняете регион, и обновления все равно сразу прилетают. Вам повезло. Но если не повезло, теперь есть решение, что мало того, что вы сменили регион, вы должны еще и полностью его прошить. Тогда у вас все будет окей, Диман Масл гарантирует. Что касается прошивки, там можно 4-х файловую прошивку качать с сайтов ОПДА. У меня было видео по прошивке демок, но там 21-й демки я шил. Как раз вам то же самое нужно будет делать. Не обращайте внимания, что там демки. Также качаете 4-х файловую прошивку, включаете телефон в режим загрузки, также точно делаете отладку по USB, передварительно включаете, и у вас либо данные все удалятся, либо не удалятся. Вот там есть файл CXC, по-моему, Home, вот тогда данные останутся. А если другой файл 5-й поставите, там 4-х файловая прошивка, но когда вы ее скачаете, у нее будет 5 файлов. Вот вы разберитесь в этой теме, потому что в зависимости от того, какие 4 файла из этих 5-ти вы поставите в Один, будет влиять, удалятся ли у вас все данные на телефоне или нет. Поняли? Поняли. С вами был Диман Масл.